Всем привет! Сегодня у нас будет Клинок 2021, Москва, Волгоградский проспект, Мейнстейдж. Билет сюда стоит 150 рублей, если заказывать через сайт, который легко найти в интернете. Цель моего визита сюда сделать так, чтобы создать эффект присутствия для тех, кто только планирует сюда попасть, либо не сможет, чтобы получить общее представление о том, что здесь представлено, как все это выглядит. Ну и конечно же есть тут вещи, которые лично меня очень интересуют, в том числе и мой нож, дизайнером которого я был от Южного креста Синергия. Здесь я его заберу, потом обязательно будет специальный выпуск про это и тесты. Ну поскольку интересы у всех людей все-таки разные, акценты я как-то буду расставлять так, исходя из своего представления о том, на что стоит взглянуть. Также учитывая специфику самого канала, это прежде всего лес, там рыбалка, охота, бушкрафт и тому подобные вещи. На проходной есть что-то типа такого пропускного режима, меряют температуру, зайти туда можно только, видимо, в таком виде. Также есть еще какая-то там зона досмотра, тоже очень смешной, это видимо, чтобы ножи туда не проносили. Вот как заходите, сразу начинаются какие-то ряды с этими сувенирами, основной вход там. С левой стороны, я знаю, там очень много всякой еды, и я туда не пойду, пойдем смотреть ножи. Компания АИР. Финки, традиции Золотоуста, финки НКВД, какие-то классические финки. НКВД, фольклорный стиль. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Ну, вот это отдельная тема, слишком долго в ней углубляться, скорее всего, это декоративная вещь. Тоже вполне понятная тема. Интересно, нам крепко это. Теперь особо интересные вещи для меня, вот нож, которым дизайнером, которого я являлся, Синергия от Южного Креста. Очень интересная штука, обязательно будет обзор на моем канале, здесь действительно заложено очень много всяких фишек. Также стандартный ряд, вот их новинка, нож Барибал, который очень похож, на самом деле, на Беке 18, что я уже показывал. С вынесенной вниз режущей кромкой. То еще, чего мы не видели от Южного Креста. Начинаем... ... ... Продолжение следует... 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 Все ножи с линзами, кроме вот этого с канди. Есть еще и кухонные ножи, они тоже с линзами. У меня вечером будет восстанка, но они очень... Это, видимо, для ножеделов, всякая некорта, деревяшка стабилизирована. Есть отдел заточки, вам там, видимо, могут на тормяке заточить нож. Делаем все ручки, потом в очередной так делаем, в руку врезали. Распродажа и уценка с максимальными скидками первого и два ряда. Выбирайте, а остальное здесь все представлено основной ассортимент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Решить, что там было положительного, а что нет. Ну, первое... Такое впечатление, которое у меня сложилось от выставки, то, что... На самом деле, выбор недостаточно велик, как мне кажется. То ли это я такой избавленный, но мне показалось все-таки очень много однотипных каких-то моделей, сделанных в таком традиционном стиле. Может быть, конечно, это ножи действительно практичные и больше вот и не нужно, но это все-таки выставка и надо чем-то удивлять. И поэтому, вот как по мне, не хватило каких-то вот именно дизайнерских решений того, таких ножей, которые хотелось бы как-то вот рассматривать, которые бы как-то вот действительно грели душу. Ну, тем не менее, ряд таких вот вещей, которые я уже знаю, на самом деле, там были и которые мне были интересны. Вот я вам пока показал там ножи Южного Креста, конечно же, Синергия. Обзор ее будет более подробный, тесты проведем. Посмотрим, насколько там вот эта Синергия будет соблюдаться. Также у Южного Креста вышел нож, который называется Борибал. Это абсолютно новая модель, она очень похожа на вот этот нож БиКей-18, который я уже показывал от Кабара. Он так заметно уже отличается от большинства ножей и тех, которые были на выставке, и те, которые есть в модельном ряду Южного Креста. Вообще, выбирая нож от Южного Креста, я думаю, каждый будет сталкиваться с какими-то муковыми выборами, потому что все эти ножи сделаны добротно. Кстати, возможно, я поговорил с Александром Гурских, возможно, у нас будут такие вот краш-тесты ножей, возможно, даже из премиум стали, потому что хочется понимать пределы прочности, особенно тех ножей, которые действительно предназначены для бушкрафта, там, для леса. Возможно, будет такой выпуск. Мне кажется, надо уже менять общественное мнение вот в российском ножеделии, потому что у нас-то много таких вот и на Ютубе, и такой стереотип за ножами уже закрепился, что чем он там больше войлока отрежет или канатов отрежет, тем это нож лучше. Но это абсолютно не так, и там очень много всяких таких подводных камней, поэтому интересно было бы еще потестировать эти ножи уже немножко в более таком глобальном плане, в более разностороннем. Но, тем не менее, какие-то тенденции прослеживаются. Мне вот понравились вот эти вот оу-найф совы. Как вы видели, там и кухонные ножи есть, там многие ножи сделаны с лензовидной заточкой, вот эти их финки. Приятно выглядят и так по-современному. Ну, конечно, вот топоры Аника, я их уже давно знаю и показывал их, очень, мне кажется, такие удачные решения. Они там поймали с этим клином топора, он действительно делает это очень универсальные вещи. У меня на обзоре будет в ближайшее время, видимо, топор Егерь. Одна из самых таких продаваемых их моделей, наверное, самая такая, наверное, и привычная для россиян. Пока это все. Я думаю, вы сможете сделать вывод, стоит ли эту выставку посещать. Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал. Пока!